Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова! Итак, мои хорошие, сегодня очередная поделка. Вот такая красивая полочка из старой полки со старой квартиры. Конечно же, вы все узнали полку, которая сейчас у меня красуется на кухне. Эта полочка покупная. Покупала я ее в магазине Вальборис и, скажу честно, стоила она недешево, 1300 с чем-то рублей. И вот пришла идея сделать подобную полочку из того, что у меня было. Вот так вот сейчас это выглядит. Осталось покрасить только лаком. Все та же красочка от Uri Decision. Я имею в виду вот эта вот серо-бежевая. Ну, а белая это Лешек мне привозил. Тоже хорошая краска. Текурила, по-моему, евро 20. Еще вчера я сходила в магазин FixPrice. Вот такие подсвечники. Это подсвечники. Но я их, в общем, приспособила как украшение для вот таких искусственных цветов. Вот этот цветочек тоже покупала в FixPrice. И единственное, что я сделала, это вот такой кусочек гофрированного картона. Тоже, как ни странно, нашла у себя дома. И просто разрезала пополам, вот для двух горшочков. Склеила скотчем и вставила во внутрь этого подсвечника. Если мне нужно будет использовать эту штуковину как подсвечник, конечно, я вытащу этот картон, цветок и поставлю туда свечу. Думаю, что тоже будет очень красиво купить свечу белого цвета. И будет красота. Ну, а вот такое решение на контрасте. Вот эти металлические прутья на белом цвете очень хорошо смотрятся. Да, и цветочек этот тоже хорошо смотрится. Простите, руки в краске. Прямо сразу, можно сказать, с корабля на бал. Сразу стала снимать видео, потому что очень-очень много работы. Марафет наводить совсем мне некогда. Вот. Так что вот такая красота получилась. Эта полочка стоит в рабочем кабинете. Сейчас здесь теплица живет. Ну, конечно же, в мае вырастет моя роса, да. Естественно, я ее отсюда уберу. Давайте покажу, что там происходит, поскольку мы пока здесь. Покажу, что у меня там происходит. Перчик мне нравится. А вот томаты какие-то, не знаю. Многие жалуются, что у всех томаты вот в этом году вот такие какие-то худенькие, тощенькие. Все тянутся. Уже я их подкармливала. Но не знаю, вырастут, не вырастут. В общем, посмотрим. Да, кстати, друзья, помните, я по-вашему... совету посадила перец из сладкого перца, который покупала в магазине. Сейчас достану, посмотрим вместе с вами. Посмотрите, всходит. Это вот обычный перец, который сладкий перец. Я покупала для борща. Вытащила семена. И посмотрите, он всходит. Удивительно. А когда же я его сажала? Сейчас посмотрим. Я же подписывала. Вот 28 марта я его посадила. Сегодня у нас 7 апреля. Но взошел он не вчера даже. Вот вы видите, что он уже такой большенький. Так что можно спокойно покупать вот так вот перец и не покупать семена. На следующий год я так и буду делать. Ну, если только мне не захочется какого-нибудь особого перца. Вот. Но этот был такой толстостенный, красный, красивый. В общем, посмотрим, что вырастет. И я очень благодарна за ваши советы. Там у меня наверху, кстати, горит дешевая лампа за 130 рублей из светофора. Ну, потому что, видите, высокая высота большая. И уже не на уровне окна. И вот чтобы этому перчику хватало света, я включила там лампу. Да и здесь тоже вот они лампы. Ну, вроде бы так, как солнышко выглядывает. А так вообще вечером в пасмурные дни я включаю здесь все три лампы. Так что помогает. Можно и не покупать эту дорогую фитолампу. В общем, как-то так. Ну, а теперь давайте пройдем в мастерскую. И я покажу вам, как эта полочка выглядела до того, как я сделала ее красивой. Вот такой была эта полка. Сейчас она лежит в ванной. Вот такие полочки было две штучки. Обычная деревянная полка, купленная в Икеа. И была она на старой московской квартире. А вот готовая полка, которую я покупала в Адбере, с 1300 рублей. Вот, посмотрев, как эта полочка выглядит, как ее сделать, я сообразила, что можно из старой полки сделать что-то подобное. Да, посмотрите, как сейчас выглядит кухня вот с этим фартуком. Фартук я делала из ламината. Ой, что-то не могу поймать фокус. Ну, а здесь пока мастерская. Я сейчас делаю вторую полку. Распилила. Тоже была более квадратная полка. Тоже из Икеа. Тоже я делала на старой квартире полочки в ванной. Это был такой квадрат, квадратная полка. Вот. Я ее распилила, чтобы мне сделать боковушку для той полки, которая уже готовая. И как раз мне хватило еще на две боковушки для этой же полки. Вот она будет такая же. Здесь ничего сложного нет. Прикручивается все на саморезы. Конечно, понадобятся лобзики. Лобзиком работала все это, распиливала. Прежде чем сделать лобзиком разрез, приклейте, ну, во-первых, расчертите. И приклейте малярный скотч на этот разрез. Так будет ровный шов. И, ну, как бы, ничего нигде не отколется дерево. Вот и все. Вот таким образом. Потом понадобится мне еще вот эта перегородка. Перегородка, кстати, это что-то мы покупали. То ли стиральная машина была упакована, то ли этот морозильный ларь. Ну, это такие технические вот брусочки, которыми обычно упаковывается там бытовая техника или мебель, может быть, идет в таких коробах. Вот никогда эти штуки не выбрасывайте. Значит, что я сделала? Я сняла фаску шлифовальной машиной вот здесь вот. Ну, вот здесь, короче. Со всех сторон. То есть, сделала эту перегородку более закругленной. Немножко где-то шлифанула, чтобы она была гладкой. И потом просто вот так вот примерю к этой полке. Естественно, отпилю. И также прикручу вот к этим, ну, вот, как сказать, боковушкам. Да, изначально, конечно, до того, как это прикрутить, поскольку это все будет разных цветов, сначала я вот прикручу эти две боковушки и покрашу эту полочку. Потом, поработая вот с этой перегородкой, тоже ее покрашу отдельно в другой цвет. Она будет белая. И когда краска высохнет, можно также на саморезы вот с этой стороны прикрутить вот эту перегородку. Значит, краска все та же от Uri Decision. Вот она у меня вот такая называется. Ой, ну, тут уже заляпан. Ну, короче, видите, да? Я ее покупала, думала красить изголовье в кровати. Как хорошо, что я не покрасила изголовье. Оно и так очень красиво смотрится. Ну, а краска осталась. Надо ее применить. Этой же краской я красила, когда реставрировала стул. Я имею в виду вот этот стульчик, который является старожилом этого дома. Он был в таком не очень красивом состоянии. Мы на нем много делали, ремонтировали, штукатурили, пилили, что только не делали. А потом, когда я уже поняла, что ремонт движется к завершению, я его просто отшлифовала так же шлифовальной машиной и покрасила вот этой красочкой. Так что красочка хорошая, друзья. Только обязательно нужно потом будет покрыть лаком. Хочу немножко рассказать вот об этой конструкции, которую я сделала из ламината, который нашла в этом доме. Причем этим материалом нигде не было выстилан пол. Здесь был линолеум. И вот шесть штучек вот таких ламинатин я нашла в терраске. Я не знаю, зачем старые хозяева его здесь оставили, что они из него делали. Но это был подарок для меня. И получился вот такой замечательный экран. Здесь также есть подсветка. Можно включить свет. Сейчас, конечно, не очень хорошо это смотрится. А вечером здесь красота красивая. Подсветка та же из светофора. А короб для этой подсветки я сделала из тех карнизов, которые были в этом доме. Вот. В каком-то видео я рассказывала. Я просто отпилила нужной длины этот металлический карниз. Вставила туда эту лампу, вытащив вот эту заглушку. И все. Вот как-то направление света не слепит глаза. И это очень красиво смотрится. Так что вот так вот. Из ничего, друзья. За очень дешево. Лампа 135 рублей стоила в светофоре. Вот так вот и ламинат. Причем посмотрите, как этот ламинат очень подходит под столешницу. Такое впечатление, что я как будто знала, что у меня есть этот ламинат в доме. Я покупала столешницу. Я уже вам говорила, что такие чудеса очень часто случаются. Покупается сначала ремешок, а потом странным образом подходит какая-то вещь. Платье или еще что-то. У меня так часто в жизни бывает. И вот осталось у меня этого ламината три штучки. Я очень благодарна вам, друзья. Моя подписчица, извините, не помню, как вас зовут, подсказала мне, что можно. Я же хочу из этих ламинатин все-таки сделать фартук вот вниз на ножки. И как сделать крепление? Она мне очень хорошую идею подала. Короче, нужно купить магниты, приклеить на ламинат. Вон, кстати, стоит вот там сейчас возле батареи одна из ламинатин. И поскольку металлические ножки уже есть, просто магнит будет крепиться к этим металлическим ножкам. То есть фартук будет просто на раз-два отщелкиваться, отстегиваться от этих металлических ножек. И это дополнительное место хранения на вашей кухне. В общем, может быть, даже сегодня. Нет, сегодня я не сделаю. Я заказала эти магниты на Вальберис, причем очень дешево. Четыре штуки, 215 рублей. Так, у меня садится телефон. Сейчас подзаряжусь и продолжу. Друзья, посмотрите, что у меня получилось. Здесь просто саморезы. Только подберите правильный размер саморезов, чтобы не был не короткий, но и не длинный. Чтобы он смог. Ну, здесь, наверное, сантиметра три самореза. Вот. Вот пусть я ко мне пришла помогать. Сейчас я эту полочку, то есть по три самореза. Здесь, с одной и с другой стороны. Сейчас я эту полочку покрашу вот в этот бежевый цвет. И посмотрите, как красиво будут смотреться. Можно вот так вот вверх повесить эти две полочки. Ну, просто красота, красивая, экономия денег. Повторюсь, что, во-первых, эта полка больше, она шире, чем та покупная. Вы можете сделать любой, под любой размер, который вам нужен. Просто купите обычные полочки, просто обычные полочки. Они недорого стоят. Немножечко до кумеков, так скажем, приложив ручки, получить на выходе вот такую красоту. Я думаю, что обычная полка, ну, будет как минимум в два раза дешевле, чем купить. Так что дерзайте. Все в ваших руках. Все у вас обязательно получится. Ну, а я решила побаловать себя курочкой в рукаве для запекания. Использовать, попробовать, как готовит духовка. То есть, хлебушек я в ней уже пекла. Все замечательно. Теперь попробую вот курочку. Значит, расскажу, как я ее натирала. Обычными специями. А потом сделала майонезно-горчичный соус. И еще раз натерла вчера с вечера, положила в рукав и поставила в холодильник. Я, ну, и вот сейчас запекаю. Там вот все уже кипит. Не знаю, видно вам, нет на видео. В общем, будет вкусный у меня обед. Придет дочь, угощу ее. У Анечки почему-то уже четвертый день проблемы с водой. Не знаю, что такое, что случилось. В общем, какая-то авария на линии. Так что придет помыться. Ну, угощу. Покушаем, пообедаем вместе. Ну, а дальше, наверное, выйду во двор. Уже снег у нас сошел. Нужно будет что-то делать вот с этой кучей кирпича сломанного. Да что делать? В тачку или в мешке. И вывозить. В общем, пора вычищать уже на улице. Готовиться к весне, чтобы все было чистенько, хорошо. Не знаю, какие цветочки буду сажать в палисаднике. Укладывать плитку еще. В общем, не знаю, будут ли у меня в этом году цветочки или нет. Я не знаю, я там уже с вами попрощалась. Или не попрощалась, плитку убрать. В общем, решила вам показать, что вторая полочка тоже готова. Уже даже покрасила и пролачила. Вот такие две полочки. Одна побольше, вторая поменьше. Очень красиво смотрятся в паре. Может быть, даже вот так вот я и их повешу. Но все будет окончательное решение. Будет принято, когда здесь будет висеть угловой шкаф со старой кухни. С зеркальной дверью. И тогда уже станет понятно, как эти полочки расположить. А может быть, они будут даже в других местах. То есть, все надо смотреть по факту. А пока, можно сказать, из ничего. Из того, что было, я его слепила. Но получилось достаточно приличные полочки, которые, я хочу сказать, не так уж и дешево стоят. Что еще вчера я сделала? Видите, вот там после кабель канала беленькая-беленькая полосочка. Вот это я покрасила просто обычной, самой дешевой водоэмульсионкой. Здесь вот, где более серая, красить, собственно говоря, можно. Но не стала я это делать. Потому что здесь будут висеть шкафы. Внизу будет цепляться лист гипсокартона. И на него фартук кухонный из кварцинела. Поэтому я не стала красить. И покрасила трубы газовые, немножечко обновила белой краской. Но это уже не водоэмульсионка. Это как раз вот та, которую Леша привозил. Текурила Евро 20. Вот так вот это смотрится. Сразу как-то более новенькая, свеженькая. Я думаю, что когда будут повешены шкафы здесь, будет все достаточно хорошо. Да, вот еще вам не говорила. Этот шкаф уже собран. Сушилку я вот такую заказывала вместе с кухней. По-моему, 1800 стоит сушилочка. Очень удобная. Там поддончик, вот вы видите, который можно вытащить, помыть. Верхний этаж, так скажем, для чашек, пиалок всевозможных. Ну, а нижний для тарелочек. Уже пользуюсь. Дверь не крепила, потому что дверь здесь массивная. Да и вообще двери потом будем крепить. Так легче будет цеплять шкафы. Конечно же, все вытащим из шкафа и полки и будем цеплять. Но уже мне очень-очень нравится то, что вырисовывается. Ну вот, мои хорошие, на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео. Я надеюсь, вы почерпнули для себя новенькие идейки. Я надеюсь, вам было интересно, не скучно. А я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok